Выводы из тех вопросов, которые у нас рассматривались. Мы обстоятельно рассматривали социальное бытие и социальное сознание в прошлый раз. Выражением этого понимания взаимоотношений социального бытия и социального сознания является такая категория, как общественная экономическая формация. В науке вы можете встретить такие рассуждения, что есть формационный подход и есть некий цивилизационный подход. И это, так сказать, я бы сказал так, грубо ошибочные деления, потому что есть более общая категория – формация. Она берет только общественное бытие и общественное создание, политическую и идеологическую настройку. При этом не включается в себя сюда понятие формации какие вещи. Ни нация, ни культура соответствующие там. Нас и сюда не включается. И поэтому понятие цивилизации является просто более конкретным пониманием исторического пути и существования той или иной страны. А понятие формации нужно для того, чтобы свести всю группу, скажем, соответствующих стран к одному и тому же типу с одним и тем же экономическим базисом и соответствующей настройкой. Вот сейчас, например, сколько стран существует? Гораздо больше сотни, правда? А сколько существует типов? Сколько формаций? Всего две. Значит, стран с рабовладельской формацией нет, феодальных формаций тоже нет ни одной. Значит, есть либо капиталистические страны, то есть принадлежащие к буржуазной общественно-экономической формации, либо страны социалистические на разном этапе своего развития. Основная масса социалистических стран – это Китайская Народная Республика – это миллиард 380 миллионов человек, затем Куба – 11 миллионов, Вьетнам – 90 миллионов, Лаос – 6 миллионов. Это страны, которые находятся в переходном периоде от капитализма к коммунизму. То есть они принадлежат коммунистической общественно-экономической формации, но в движении общественно-экономической формации коммунистической имеется три этапа. Первый этап – переходный период от капитализма к коммунизму. Второй этап – это коммунизм с родимыми пятнами капитализма, то есть социализм И надо сказать, что Маркс в своей работе «Критика годской программы» Слово «социализм» вообще не употребляет Он говорит, что коммунизм – первая фаза, низшая и высшая фазы Неразвитый, с родимыми пятнами и освободившийся от родимых пятен коммунизма Вот если переходный период коммунизм идет по пути от капитализма к коммунизму Это становление коммунизма В том именно смысле, в каком мы с вами изучали становление А когда мы говорим о движении уже коммунизма из низшей фазы в высшую Это изменение коммунизма или и развитие коммунизма Ну какое развитие? Развитие его до его такой стадии Когда все родимые пятна уже устранены А какие это пятна? Это различия между городом и деревней Людьми физического и людьми умственного труда А что касается эксплуатации, она устраняется в переходный период У нас есть одна социалистическая страна, в которой построен социализм Это Корейская народно-демократическая республика И она поэтому находится в первой фазе коммунизма Не в переходном периоде Там не только нет никакой эксплуатации И нет никаких предприятий, которые бы можно было отнести к другому укладу Кроме коммунистического Вот что надо иметь в виду Теперь для каждой формации характерны свои классы То есть классы это понятие, которое относится к тем формациям В которых еще и имеется деление по положению в производстве Значит, в каких формациях есть это деление? Есть классы рабовладельческого общества Какое там деление? На рабовладельцев и рабов Есть классы феодального общества Они называются сословиями применительно к феодализму Их называют сословиями На самом деле это классы феодального общества То это крестьяне и феодалы Феодалы – собственники земли или помещики Идем дальше Появляется, хотя там уже есть ремесленники в городах При феодализме Но классами называется не просто группа людей Там стоящие у метро или гуляющие Это большие группы людей А что значит большие? Отличающиеся по положению в производстве Большие – это значит сравнимые с размерами общества Ну, ремесленники в таком количестве Что нельзя их выделить Точно так же, как интеллигенция Она традиционно не рассматривается как класс Хотя некоторые ученые Например, Каутский Тогда, когда он был еще, так сказать, признанным марксистом Он называл интеллигенцию классом В том смысле, что она имеет различные Не такое же положение, как рабочий класс Потому что отличается по роли В общественной организации труда От рабочего класса Можно, например, даже так рассматривать Движение к бесклассовому обществу Это тогда, когда есть рабочий класс и интеллигенция В чем состоит? В том, чтобы не было никакого класса А один пока есть Это еще не бесклассовое общество Можно так это рассматривать Значит, классы буржуазного общества Это буржуазия Рабочий класс И во всех буржуазных странах Кроме, так сказать, ну вот Самой высокой стадии, может быть Буржуазных обществ Которой ни одна буржуазная страна не достигла Чтобы не было еще и промежуточного класса Мелкой буржуазии А мелкая буржуазия Это класс Который разлагается На две части Основная масса Что такие мелкие буржуазии? Это мелкие хозяйчики, работающие на рынок Например, крестьяне Обычные, средние крестьяне Это мелкие хозяйчики, работающие на рынок Что значит мелкий хозяйчик? У него свои средства производства Раз Во-вторых, он никого не эксплуатирует Он живет своим трудом Он не эксплуататорский класс Трудящийся, не эксплуатирующий Человек труда Но имеющий средства производства И естественно, интересы этих мелких буржуаз Состоят в том, чтобы стать буржуазом Мелкий буржуй Это не маленький буржуй Это вообще не буржуй Это мелкий хозяйчик, работающий на рынок Ну вот какова судьба этого мелкого хозяйчика? Основная масса опускается в ряды паралитериата Разверяется Это везде И у нас сейчас в России такая же картина Все говорят о поддержке мелкого бизнеса Поддержке мелкого бизнеса И на самом деле он все время В худшем положении находится И никакой другой дороги нет И перспектив тут никаких нет С другой стороны С ростом цен Который начинается при монопольном капитализме При монополистическом капитализме При империализме Даже мелкие хозяйчики Полуручную что-то делающие Могут просуществовать Потому что искусственно высокая цена Поэтому с одной стороны Когда конкурировали монополии Они понижают цену И мелкие хозяйчики разоряются А потом они снова поднимают цену Когда получат монополию Тогда можно заново начинать Это мелкое хозяйство И многие открывают снова Такие мелкие производства Ну и они находятся Под влиянием Под воздействием Обычных классов буржуазии Так Ну и наконец Что такое классы При социализме Классы в переходный период Они как раз Их там целая куча Самые разные Потому что в переходный период Имеется патриархальное производство Когда не на рынок Производят Мелкие производители продукции А для своего потребления И все Картошку Выращивать на своем участке И сами же едят Сало они делают Потому что выращивают Свиней Один-два Одного-второго У них есть корова У них есть молоко Сворог Сметана И прочее Все что необходимо Вот Они выращивают Сами для себя Может быть там Пшеницу или рож И сами ее вручную Или почти вручную Выбирают И вот так сказать Это вот патриархальное хозяйство Значит Что они закупают на рынке Гвозди Соль Мыло Этим Хотя есть мыльные корни И мыло Обойдутся Короче говоря Вот это патриархальный уклад Он у нас был в России В переходный период Есть мелкие бружба Переходный период Это люди Мелкие хозяйства Работающие на рынок Большой уклад Есть Частнохозяйственный капитализм Вот после национализации Которая была проведена В России В январе 1918 года Собственность государства Рабочего класса Перешли Крупные предприятия А значительное число предприятий Не перешло В собственность государства Они остались Частными капиталистическими предприятиями И сумасшедшие Только должны были бы Заниматься тем Чтобы эти предприятия Национализировать Почему? Итак Ленин говорил Что мы и так Национализировали так много Что мы переварить не можем Потому что надо Вот эти национализированные предприятия По плану направить В общих интересах Тогда это будет Общественная собственность А если вы это не смогли сделать То это будет Госкапитализм То есть вроде как Государство-собственник А они ведут Хозяйство как и прежде Точно так же Только прибыль отдают государству А как отдавать меньше прибыли Государству? Ну как делают Нынешний Газпром И Роснефть У них же есть Это же государственная собственность Очень просто Устанавливают себе Скажем Руководители Такие оклады Как Скажем В Роснефти 24 миллиона в месяц Это затраты же на зарплату Они же имеют право Они же как Как самостоятельные Капиталистические предприятия Действуют Будучи государственными Но так они могут себя установить Могут Установят 24 Или там скажем Газпром 15 миллионов Членов управления Или вот Бедняка можно отнести ОРЖД 5 миллионов В месяц Получают Членов управления Про руководителей Первых Не знаю Данных не имею Я думаю Что раза Не менее чем Два раза выше Ну тем не менее А потом они Когда-то посчитают Все это затраты Это издержки производства Остается прибыль Прибыль отдается государству Поскольку государство Собственное Ну так же было И в годы советских Власти В периодный период Хотя ситуация Совсем разная Тут государство Буржуазное Там было государство Социалистическое А все равно Это госкапитализм И наконец Предприятия Переходный период Коммунистического уклада Это те которые Это такие Государственные предприятия Которые уже соединены Единым планом В единое целое В единую монополию Обращенную на пользу Всего народа Вот у Ленина Есть такое высказывание Что Единая капиталистическая Монополия Но обращенная На пользу Всего народа И потому Переставшая быть Капиталистической Монополией Означала бы Социализм То есть Социализм Рассматривается Не как некое Так сказать Учение Творение Некое Необыкновенное А то что Вырастает Из самого Развития Государственного Монополистического Капитализма Когда один Монополист Побивает другого Они приближаются Тем самым Социализм То есть Они приближают Ситуацию Создание Единой Монополии Другое дело Что Без Революции Так не бывает Чтобы без революции Вдруг Эта монополия Стала действовать В интересах народа Еще мы Не видели Таких монополистов Которые взяли И добровольно Бы отдали Свою собственность Трудящимся Может появятся Такие Но Маловероятно Далее Вот Классы В классовом Обществе Сколько Они делятся На классы Господствующие И подчиненные Во всех Обществах Кроме Общества Коммунистического Относятся Так Что Один Является Эксплуататором А другой Эксплуатируемым Но Если мы возьмем Уже Первую фазу Коммунизма Здесь еще Рабочий класс Есть Да Но Это Рабочий класс Какого Общества Вот Если Говорить Что Социализм Это Низшая Фаза Коммунизма Если Социализм Низшая Фаза Коммунизма То есть Коммунизм В низшей Фазе А Коммунизм Какого Общества Классового Или Бесклассового Бесклассового Значит Социализм Это Низшая Фаза Бесклассового Общества Как Вот Это Сформулировать Тогда Это Такое Бесклассовое Общество В котором Классы Еще Полностью Не Уничтожены Вот Это Будет Сформулировано То Противоречие Которое Разрешается Как раз В первой Фазе Коммунизма Или Скажем Некоторые Товарищи Когда Слышат Слово Класс Применительно К социализму Говорят Значит Социализм Классового Общества И что У них Получается Что Капитализм И социализм Классового Общества А Две Фазы Коммунизма Различаются Так Что Первое Классовое Второе Бесклассовое Ну а Посмотрим Как Это У Ленина Который Диалексик Узнал Изучал И Который Соответственно Формулировал Противоречие Например Там Говорится Великом Почине Великий Почин Такая Маленькая Работа В котором Есть Определение Классов В котором Есть Определение Диктатуры Пролетариата В котором Говорится Как раз Необходимость Преодоления Неравенства Между городом И деревней Людьми Физического И умственного Труда Для полного Уничтожения Классов И неравенства Между мужчиной И женщиной Социально Мы Правовое Неравенство Ликвидировали Сразу Убрав Уничтожив Все законы Которые Права Женщины Делают Меньшими Чем Мужчин А что Остается Это все равно Она остается Прикована К кухне И к детской И Занята работой Изнервляющей Угнетающей Отупляющей И поэтому Для того Чтобы Настоящий Коммунизм Начинается Тогда Когда Появляются Детские Сады Ясли Столовые Которые На самом деле Освобождают Женщин Вот я могу Доложить Некоторые Свои Изыскания В свое Время Была Разработана Комплексная Программа Научно-технического Прогресса И его Социально-экономических Последствий Вот было такое Событие Крупное То есть Вообще Несмотря на то Что Съезд Президиума Госплана В 1920 Году Постановил Что надо Чтобы были Годовые Пятилетние Долгосрочные Планы За Рамки Пятилетки За все время Существования Социализма В СССР Так и не вышли Это одна из причин Его поражения Потому что Ну все вот Циклы Крупные Цикл обмены Замены техники Он выходит За пять лет Нормальные Так сказать Замены Оборудования Требуют Примерно Периодов Девять лет Ну десять лет Это как раз Тогда Когда появляется Уже новая Техника И нужно Каждый год Вы изменяете Десятую Час За десять лет Вы все поменяли Ну так Если вы меняете Технику Вы должны Эту технику Приспосабливать К всем задачам Которые решаются Социально-экономическим А пятилетка Только А десятилетки Не было Дальше Скажем Циклы Развестия Человек Главной Производительной силы Какие Человек Как творческая Созидательная сила Действует Ну порядка 25-30 лет Так Ну хорошо Минимальный стаж Который для пенсии Берется У мужчин 20 лет У женщин 15 лет Значит Ну меньше чем 20 лет Не может быть Цикл Планирования Для того Срок планирования Для того Чтобы действительно Процессы Были Нестихийными Сейчас вообще Никакого планирования Нет в России Не только планирования Есть так называемые Комплексные программы Их много Они никак Между собой Не увязаны В единый комплекс Потому что Вот комплекс Тех программ Да еще Ставших директивными Обязательными Для исполнения Означал бы план А если У вас одна программа У вас другая У меня третья У вас четвертая Ну и деньги Туда-сюда рассыпаются И они очень удобны Для того чтобы С этих программ Деньги Уводить Их уводят Слушай рядом И вот гоняется Следственный комитет За всеми А если был бы Единый план Если вы взяли лишнее Значит мне бы не хватило Я бы взял лишнее Вам бы не хватило То есть Надо ведь Думать не о том Как ловить Через милицию Полицию И следственный комитет А как построить Экономику Таким образом Чтобы этого не было Не было Так сказать Возможности Таких Вопотреблений Крупных Ну вот И не было Короче говоря Сколько мы не говорим О достижениях Советского Союза Мы не должны забывать Что это Ведь не случайно Он потерпел поражение Значит были какие-то вещи Когда он остановился И вместо того Чтобы взять Новые горизонты Начались Реляции Такого рода Что вот у нас Развитой социализм Хотя Это прямо Прямо противоречит Пониманию Социализма Как низшей Фазы Коммунизма Вот Вся практика Историческая Показывает И подтверждает Что человечество Делает не маленькие Ошибки А именно крупные Скажем Если люди Не понимают Что такое социализм Что это низшая Фаза коммунизма Они начинают Говорить Всякие глупости Например Вот построили социализм Когда в середине Тридцатых годов А дальше что А дальше идет Социалистическое строительство Ничего не понятно Вот вы построили дом А что потом Что надо делать Когда его построили Ну обживать надо Вот понимаете Вот надо все Повесить Облицовку сделать И как вы понимаете После Сдачи дома Очень большая работа Проводится И теми И строителями И теми Кто в него вселяется Для того Чтобы его приспособить Для жилья Ну так если вы Построили коммунизм Значит что у вас У вас не может быть Задачи строительства Снова Опять строить Что вы все Какое строительство Социалистическое Когда строительство Социализма построено В середине Тридцатых годов Тем не менее Если возьмете Литературу Того времени Там вот Социалистическое Строительство А потом вдруг Значит первый Секретарь Хрущев говорит Что надо На 22 съезде Нам надо построить Через 10 лет Первую фазу коммунизма То есть он даже Не понимает Что уже целое поколение Прожило В первой фазе коммунизма И живет При коммунизме С середины Тридцатых годов Не заметило Но если оно Не заметило То если То что вы не замечаете Легко исчезает Вот воздух Мы не замечаем Но если его выкачать Будет заметно Дальше А вторая фаза Будет через 20 лет А это совсем глупость Как можно вообще Такие вещи говорить Для второй фазы Нужно ликвидировать Неравенство Кто может сказать У вас планы Только на 5 лет А вы такие вещи Говорите на 20 лет Ну вы достоправьте План ликвидации Социального неравенства Не получится Потому что так не бывает Так просто Скажем в том же Китае Написано Или они говорят Что у нас переходный период К социализму Будет лет 100 Ну Некоторые считают Что это много Ну что значит много А там миллиард 380 миллионов человек Почему С точки зрения таких Цифр населения Это много А может это мало А потом Кто куда мы Кто гонится И зачем И зачем Ну скажем Советский совет Был в особо Сложных условиях Нам нужна была Эта гонка Чтобы нас не смяли Ну просто Военным путем И Сталин Прямо говорил Что если мы Не пробежим Вот тот период Который другие Страны Проходились 100 лет За 10 лет Нас сомнут На фоне того Что вот рассуждают Такие глупости Вчатие говорят Что дескать Вот Советский Союз Не готовился к войне Первая подготовка К войне Состояла в том Чтобы за 10 лет Пробежать тот путь Который другие страны Проходили за 100 лет И Россия пробежалась Ежегодно Строились тысячи предприятий Разрабатывали Новые техники Оборудования Вот я могу вам Привести такую цифру Которая кажется Сказочной Она и для меня Была сказочной Когда я ее прочитал В журнале Плановое хозяйство В статье О военной экономике Такой крылов Написал статью Вот 42-го по 44-й год Как изменялась Предводительность труда В СССР 42-го по 44-й Чем они отличаются 42-й год Это год Когда Всякое расширение Производства Оборонного Закончилось Внешнее такое расширение Ну все люди Одни на фронте Другие В тылу Работают По 12 По 13 По 14 Часов Нельзя экстенсивно Уже получить Какое-то расширение Объема производства Не получится У вас больше Танков Пушек Самолетов За счет того Что вы увеличите Военную производство У вас нет людей Больше Одни на С фронта Вы не снимете Особенно В таких тяжелых условиях Когда у нас были Постоянные Очень сложные ситуации С фронта Вы не снимете А в производстве Задействованы все Женщины работали Если не хватало Тракторов Тащили плуги Вручную О чем вы говорите О каком расширении Значит Единственная дорога Которая была Это Повышение Производительности Труда За счет Научно-технического Прогресса Вот я вам докладываю Что вы Какие цифры Были в этой статье С 42 По 44 Год Производительность Труда Увеличилась Вдвое Вдвое В производстве Военной техники При этом Цены на военную Продукцию Сократились Тоже Вдвое Вдвое Почему Цена Строилась Так С помощью Цен Побуждали Или Понуждали Даже Вынуждали Повышать Производительность Труда Поскольку Цена Установилась Так Издержки Производства То есть Себестоимость Плюс 3% Прибыли 3% Прибыли Вот если Издержки У вас Сокращается У вас Плюс 3% У вас Цена Оптовая Понижается Если Цена Оптовая Понижается А Продажная Цена По которой Передают Технику Плюс 3% То Тем Самым Цены Снижались Вот Цены На Военную Продукцию С 42 По 44 Год Сократились Вдвое Вдвое С 42 По 44 Ну И По Производству Военной Продукции Советский Союз Который В Экономическом Отношении В Военно Экономическом Отношении С кем Соревновался Давайте Вспомним Что Это Европа Которая Сейчас Делает Всякие Санкции Против России Что Она Сделала Когда Гитлер Начал Забоевывать Эту Европу Она Открывала Города И Практически Без Сопротивления Сдавала А дальше Она Продолжала Работать На Кого На Гитлера На Фашистскую Германию И Против Советского Союза Объективно Скажем В нашей Дорогой Чехословакии Которую Людям Уважаем Делали Башни Для Танков Которые Потом Шли На Восточный Фронт В той Франции Которую Мы Очень Любим Быстренько Свернули Всякие Военные Действия Так И В надежде Что Мы Договоримся Там С Гитлером А там Была Линия Мажино Там Была Серьезная Армия Ну Какое Это Было Серьезное Сопротивление Там Борьба Нет То Вообще Борьба С Гитлеровским Фашизмом Началась Немецким Фашизмом Только С Началом Войны Против СССР А до Этого Одно Сказать Он Шел Маршем По Европе И все Эти Страны Болгария Работала На Германию Италия Само Собой Они Это Союзница Венгрия То же Самое Польша Которая Тут У нас Все Время Там Что Тут Пытается Говорить Что То Не Так Это Не Так Мы Не Согласны А Польша Она Была Согласна Она Теперь Недовольна Как Советский Союз Вел Ся В Начале Войны Советский Союз Знал Что Он Возьмет На Себя Самый Главный Удар И Взял На Себя Самый Главный Удар Потому Что Советский Союз Потерял 27 Миллионов Человек А Если Брать Советский Войск Красная Армия Примерно По 9 Миллионов Человек Но Поскольку Немцы Фашисты Здесь Убивали Мирных Жителей Убивали И Планомерно По своей Программе Уничтожения Русского Населения Планировалось 30 миллионов Уничтожить Не успели 27 Только Уничтожили И По ходу Дела А Соответственно Наши Войска Которые Пришли В Германию Не воевали С населением Немецким Никоим Образом Символом Который Валяется Памятник Который Стоит В Берлине Когда Солдат Держит Немецкую Девочку На руках Солдат С мечом 9 Это значит Еще 18 Миллионов Мирных Жителей Погубили Фашистские Войска И этому Содействовало Объективно Мы сейчас Не говорим О каких-то Моральных Факторах Объективно Нас заставили Нас Принудили Вот вся Европа Это Что-то Такое Мы должны Решать Против Россия Наделает Санкции Вот Вот Эта Вся Европа Помогала Фашистам И Гитлеру И она Сейчас Выступает Как носитель За демократией Якобы Больше Помогала Нам Соединенных Штатов Америки Как вы понимаете Крупная Империалистическая Держава И Великобритания Которая Все время Посылала Конвои И эти Конвои Немцы Немецкие Подводные Лодки Топили И поэтому Многие Из английских Моряков Военных Погибли А если Вы помните Какую помощь Оказывали Соединенные Штатов Америки Вот Скажем Известная Машина Студебекер Мощная Хорошая Она Используется Во всю На фронте И Поставки Были И самолетов И другой Военной Техники Хотя Наши Самолеты Превосходили Немецкие И в общем-то Никто нам Не поставил Такого Чтобы Превосходило Вообще То что у нас Было Вот Возвращаюсь Значит К вопросу О росте Производительности Туда Это вот Такие Проблемы Которые Ну как Можно Взять Вот Заявить Что Будет Через Десять Лет Через Двадцать Лет Полный Коммунизм Для Полного Коммунизма Надо Чтобы Рабочий День Был Меньше Чем Свободное Время И тогда То что вы Делаете В свободное Время Вот это И есть Определяющее А не то Что вы Делаете В рабочее А сейчас Вот то что мы Делаем В рабочее Время Тут Нас Вы Музеолог А я Философ И все А Из этого Вырваться Очень сложно Я Много Раз Переходил В разную Эстезию Но Это Было Связано С немалыми Трудностями То что я Математик По образованию Есть у меня Диплом Историка И политолога По профессиональной Переподготовке Кандидатской По политэкономии Докторской По философии И в обзвании Присутствует Право Профессор По кафе Экономики И право Но это Возможности Такие Созданы Были В наше Время Советское Сейчас Их попытаются Обрезать Всячески Какие Дескать Ну вот вы Сейчас Передумаете Быть музеологом Вы хотите Быть историком А не музеологом Нет Скажут Вы вот Музеолог И всю жизнь Теперь будете Музеологом И никуда А если Вот вы там Попытаетесь Сать философом Вот послушали Философию Вот как я Например Послушал Курс Политэкономии И почитал Капитал И решил Что мне Вот это Интересно Ну вот Я взял Да перешел А пошел В аспирантуру После Матмеха На экономический Факультет Вот здесь Был на третьем Этаже А вы Пойдете Сказать Хочу Пойти На философских Нет Нет Вы недавно Еще видели Разгородили У нас Решетки были Чтобы вы Решетки были На ключе Это университет Университет Означает По смыслу Что Универсальный То есть Всеобщее соединение Всех наук Тут вообще Разгородили Сейчас Вот например Наш пропуск Позволяет Пройти на любой Факультет Я скажем Преподаю У журналистов Раз Приложил И прошел А не то Чтобы только К себе Теперь Нас Открыли Мы можем Проходить Но не все Открыли Есть некоторые Этажи На которых Дорога От философов К историкам До сих пор Закрыта И наоборот Обратите внимание По второму этажу Если идешь Там уже Дверку-то Открыть И вы Поведете Прямо К нам На второй этаж По третьему Открыли Где была Военная кафедра Где действительно Все было Перегорожено В свое время Там открыли Так Ну вот Мы так С вами Сделали Обзор Вот этого Движения По формациям И Следовательно В самих формациях Оказалось Сегодня Актуальных Две Капиталистическая И буржуазная Вот мы Насчитали Полтора миллиарда Человек Которые живут Уже В социалистической Формации А из семьи Остальные Пять с половиной Еще живут При капиталистическом Строи И этот процесс Продолжается И продолжается Он даже Не только Революционным Пытом Потому что Поскольку Каждая Следующая Формация Дает Более высокий Уровень Развития Темпы роста Более быстрый Темпы роста Производительных сил Что наблюдается Наблюдается Изменение Соотношения сил Соотношение сил Меняется В пользу Соц стран Каким образом Ну вот у Китая Который на первом месте По Объему Внутреннего Волового Продукта 17% Мирового Производства У него Производитель У него Темпы роста Экономики 6,5% В год Соединенные Штаты Америки У которых Меньше доля Они в 2014 Году Потеряли Первенство Которое было Ну без Всякой революции Просто здесь уже идет Чисто так сказать Экономическое Соревнование В 2014 году У них Теперь 15% Мирового Производства Ну поскольку Китай имеет 6,5% А не темпы роста Китай имеет 2,6% То идет Вот Дальнейшее Опережение И это же Казается И других Социалистических Стран Ну скажем Вот Возьмем Ту же самую Северную Корею Северная Корея У нее Численность Населения 25 миллионов Человек Отначительно Небольшая Но Как вы понимаете Вот для такой Небольшой Страны Осуществить Ракетно-ядерную Программу С одной С одной Это самое Дешевое Средство Защитить Себя Потому что Разработка Высокоточного Оружия И производства Гораздо Более Дорогое Дело Как говорят Военные Специалисты А тут Это единственный Вариант При котором Они могут Удержаться При поддержке Также еще И России И КНР КНР Гораздо Нарушено При империализме Классическая Картина Какая Есть Группа Хищников Империалистических Крупных Которые Остальных Давят Вот Скажи Нам Говорят Мы Вам Инвестиции Везем Что значит Они Везут Они Везут Заводы Сборочные То есть Все Содержание Производства Делается Творческое Интеллектуальное В Соединенных Штатах Америки А сюда Выводят Грязную Работу Дескать Вот вы будете Красить Для женщин Очень даже Красить Хорошо Нечего Губы красить Идите Красить Автомобили Вот Сварка Тоже Хорошая Нечего На кухне Варить Идите Сваривайте Автомобили Сборка Вот это Для мужиков Хорошо Там По 40 По 50 Килограмм Эти Надо Устанавливать Кроме Сборка Это же Если все Остальное Там Механизировано Ну как сказать Механизировано Вот если вы Покраску ведете Пульверизатором Как вы думаете Как это воздействует На женский организм Да Это как бы Вы в сосновом лесу Или вы В поле Там Кругом цветы Значит Надеваются Эти намордники И какие бы Вы не надевали Намордники Как вы знаете Все равно Это вредно Или Ну вы видели Сварщика Сварщик Значит Он все время Смотрит Через это стекло Которое затуманено Там же Все искры Летят И если вы Вдруг Без стекла Этого будете Сваривать То у вас Сразу начинается Говорят Что даже Если вы посмотрите Не знаю Вам приходилось Или нет А я Когда мальчишка Был Так посмотрю Один раз Потом вечером Вот такие красные Глаза Воспаленные Сразу Появляются Нельзя туда Смотреть Даже А чем Они дышат Прямо Перед Лицом Находится Вот это Пламя Эокалина Это самое Металлическое Ну и Припой Который Совершенно Необходим Это очень Вредное Производство Это вредное Производство Все перенесено Сюда И в другие Страны А там Делается Рулевое Управление Собирается Двигатель Двигатель Приводит Потом Здесь Пожалуйста Устанавливайте Так вот Картина Так изменилась На сегодняшний день Каким образом А вот так Получилось Что кроме Нет такого Такого В чистом виде Что были бы Только страны Которые Хозяева мира И страны Тех Которых Грабят Но по-прежнему Некоторые Маленькие страны Маленькие страны Подвергаются Грабежу А именно Какие Но такие Которые Решили Что они Будут В современном Мире Империалистическом Будут Самостоятельны Например Югославия Самостоятельна Она ни туда Не примкнула Она и с Россией Не взаимодействует Она ни с кем И что сделали С Югославией Ее раздавили И нет Югославии Есть много Зато стало Много государства Тут вам И Черногория Тут вам И Сербия Тут вам И Македония Чего только Нету Хорватия Тоже есть И еще И Косово Очень стало Хорошо Много стало И эти вот Маленькие государства Ну понятно Теперь куда Теперь они Идут Фарватере Западное государство И несмотря На близость Допустим К России И несмотря На то Что там Есть славяне И там На то Что вроде бы Они лично Хотят И прочее На них надавят И они делают То что От них потребует Потому что Ну маленькие государства Они не могут быть Самостоятельные В современном мире Ну а что сделали С Ираком Ирак Древнее Высококультурное Государство Если сравнить Вот культуру Ирака И культуру США Вы подумаете Где более Глубинная культура Ираки Ну и чего Ну вот прилетели Взяли Повесили Президента Саддама Хучейна Вы любили Саддама Хучейна Нет И я не любил А что мы его будем любить Он не Мы Как говорится Относились к Ираку Как самостоятельной Стране И так далее Ясное дело Что Россия Ни в коем случае Не наступала На независимость Ирака Взяли просто Уничтожили Как самостоятельное Государство Оно совершенно Не самостоятельное Было светское Государство Стало Религиозное А раз религиозное Ага Это суниты Это Шииты И начинается Что начинается Начинается ИГИЛ ИГИЛ Начинается Сразу после Вот этого Нашествия Америка А есть еще Маленькая страна Которая гордилась Как у них все здорово Получается Это Ливия А здорово у них было так Вся экономика Это так сказать Арендованная Крупными Империалистическими Державами Нефтяное производство И Они отчисляют Поскольку мы берем Вашу нефть Ну вот вам За вашу нефть Процент А поскольку Нефти качается Очень много То процент Не очень большой Но он дает Для маленькой страны Достаточно большие Ресурсы финансовые Которые Ливия использовала И даже Каддафи думал Что он Какой-то особый Свой Социализм Сделал И И называлась Ливия Как Ливийская Арабская Народная Социалистическая Джамакирия И вот Так сказать В ней было И бесплатное Образование И бесплатная Медицина И молодоженам Деньги выделялись На то Чтобы они Сразу На 160 квадратных метров Сделали себе Жилплощадь Но Но А вот Они думали Что они Проживут В этом мире Самостоятельно Ну вот Достаточно Было Собраться Странам НАТО Во главе США И объявить Что не такую Политику проводят Самый Каддафи Его убрать Надо Как они сейчас Говорят Уберите Этого самого Осада Из Сирии А это Было Светское Государство Вот что Заметьте Нерелигиозное А Тогдашний Наш президент Дмитрий Анатольевич Когда вопрос Рассматривался Союза безопасности Он Правом вето Не воспользовался И тогда же Выступал Путин Который был Премьер-министром Сказал Что это неправильно Но Он был Премьер-министр А Товарищ Медведев Воспользовался Своим Правом И Правом вето А тогда и Китай Который В международных делах В общем Блокируется С Россией Он тоже Туда не стал Так сказать Не стал Первой фигурой И тоже не стал Использовать Права вето В итоге налетели Как дикие звери Растоптали Эту самую Ливию Президента Не повесили Там По решению суда А просто Разорвали в клочья После чего Товарищи Я думаю Медведев и Путин Поняли Что с ними будет Если то же самое Будут Проделывать с Россией А таких Скажем Заявлений Которые делал Маккейн Путин Я стою У твоих ворот И так далее Было очень много И надежд Таких было Очень много Ну вот Короче говоря Практика Показала Что в современном Империалистическом мире Мелкие страны Ничего не стоит И им нужно Куда-то прибиваться И куда прибиваться Теперь большим Капиталистическим странам Которые не хотят Быть объектом Вот такого Мешательства Это Индия Индия Пакистан Афганистан Дальше Бразилия Южная Африка Куда им прибиваться Ну вот они Трифуют В сторону Социалистических стран Не в смысле Политического В политическом плане Они остаются Капиталистическими Странами Но они Вступают в союзы Какие Вот есть Брикс Так называемый Что такое Брикс Бразилия Россия Это все буржуазный стран И Индия Китай И Южная Африка Это значит Китаю Все они Приплыли Вот эти страны И Когда они Соединились В это Брикс Вот теперь смотрите Что получается У России И Соединенных Штатов Америки Ракетно-ядерный паритет А Китай Поскольку он Когда это все Заключалось Все эти договора Он как бы Не в счет Шел А теперь Китай Тоже крупная Ракетно-ядерная держава Конечно Слабее она В этом смысле В военном отношении Чем США И чем Россия Взятые по отдельности Даже Но вместе Россия и Китай Составляют собой Такую военно-стратегическую силу С которой Соединенные Штаты Воевать не могут И не будут Поэтому вот вам мир Если Россия и Китай Так блокируются Вот мир Но Россия и Китай блокируются Как два государства С противоположными Социально-экономическими системами А куда деваться Куда деваться Россией Китаю Прибиваться Потому что Сама Россия По уровню Голового Внутреннего продукта Очень сильно Теперь отстает По сравнению Это не то же самое Что Советский Союз Теперь Индия В Индии Это должен Миллиард Триста миллионов Почти как Китай С кем она Блокируется Она входит В Шанхайскую Организацию Сотрудничества В Шанхайскую Организацию Сотрудничества Сейчас будут Приняты два Государства Это Индия И Пакистан Между собой Они Вроде как Имеют Натянутое отношение Но их предупредили Что если В Шанхайскую То вы пожалуйста Соблюдайте Нормы приличия И так сказать Там где-то Между собой Драги Чтобы вас не было И они Все нормы Выполнили Вот сейчас Решается вопрос Организационный Вхождение Индии Пакистана В Шанхайскую Организацию Куда-то Кто там Туда еще Входит Туда входит Китай Раз Россия Два И вот Мелкие Входившие В Советский Союз Восточные Государства Наши Это Казахстан Это Узбекистан Таджикистан И вот они Туда же Входят Большие Крупные Мы видим Что Современный Мир Конечно Он многообразный Если брать Его Цивилизационную Сторон У каждого Своя история Своя культура И своя Национальная Структура Правильно Это в понятии Общественной Экономической Формации Не выражено Но понятие Общественной Экономической Формации Совершенно Необходимо Если мы Хотим Понять Какую Политику Будут Проводить Эти Государства И эти Страны Потому что Эта политика Определяется Классовыми Интересами Вот этого Господствующего Класса Буржуазия Индии Спасается Американской Буржуазии Присоединением Небуржуазии Небуржуазии Если мы Если мы Говорим О формациях То Говорили Об общественном Бытии Много Надо затронуть Вопрос И общественном И о надстройке Экономический Базис Это Способ Производства Единства Производительных сил И производственных Отношений Это способ Производства А вот Надстройка Это Политическая Надстройка Это прежде всего Государство А что такое Государство? Что такое Государство? Государство Появилось Как продукт Непримиримых Классовых Противоречий Когда оно Появилось Деление Само деление На классы Если у вас Небольшой Класс Рабовладельцев И огромное Количество Рабов То как вы Собираетесь Заставить На себя Их Рабовладельцы Только С помощью Силы Организованной Поэтому Рабовладельцы Создают Единую Организацию Которой Съединяет Свои Усилия По Тому Чтобы Держать Рабов Поминовение Ловить Беглых Рабов Наказывать Убивать Тех Которые Восстают И Подавлять Любые Выступления В том числе И такие Крупные Каким Было Вступление Спартака Вот Так Появилось Государство Как оно Появилось Как организация Силы Для Осуществления Интересов Господствующего Класса И таким Оно Остается До Самого Своего Отмирания А когда Может Отмереть Государство Никогда Не надо Будет Подавлять Одному Классу Другой До этого Еще далеко А Или Скажем О Пресоциализме Было Кого Подавлять Было Потому что В смысле Класса Нет Что Надо было Интеллигенцию Подавлять Или Допустим Крестьянство Нет Конечно Но Выступление Это против Вот этой Позиции Рабочего Класса Его Интересов Были Исходя Из чего А Исходя Из Противоречивых Интересов Которые Есть У каждого Члена Социалистического Общества Вот если Я живу Пресоциализме Какой У меня Интерес Люди Которые Неглубоко Изучают Низшую Фазу Коммунизма И не знают Ее Противоречия Они Идеалистически Изображают Как будто Это высшая Фаза Коммунизма А если У нас Есть Распределение По труду И Есть Распределение По потребности Скажем Такие Благо Как Медицина Жилье Образование Дались По потребности Вас никто Не спрашивает Сколько у вас денег Какое Лечение Вам надо Вам Насколько Тысяч Надо Лечение Если У вас Серьезное Что-нибудь Вам Сделают Операцию А если У вас Что-нибудь Несерьезное Идите Купите На свою Зарплату От насморка И не Приставайте К врачам Сейчас Наоборот Если Что У нас Есть Страхование Медицина По мелочам Вылечить А если Что-нибудь Серьезное Ну Успоминать У вас Родственники Знакомые И так далее Берите Долг А потом Вами Займется Коллекторская Контора Как только Вы Долг Возьмете И так далее Совсем Обратная Картина И вот В чем Заинтересован Крудящийся При социализме Во-первых В росте Общественного Богатства Потому что Больше Туда Вот эти Общественные Фонды Потребления Раз И больше Фонд Распределения По труду То есть Чем больше Богатства Общества Тем больше Каждый Получать Раз В то же Время А еще В чем Заинтересован Трудящийся При социализме А в том Чтобы Не важно Какое Это богатство Важно Чтобы доля Моя В этом Богатстве Была Больше Правильно Пусть Она даже И сокращается А если Доля Моя Увеличивается То и Хорошо И эти Два Интереса Которые Есть у Одного И того Трудящегося Они Противоречат Друг Друг И поэтому Есть люди Которые Ставку Делают Не на Приоритет Общественных Интересов Дескать Ну все Станем Богаче Я стану Богаче А что Я буду ждать Пока Мы там Все Станем Богаче Когда Я Вот Сейчас Поставлю В углу Угла Свой Интерес Личный И вот Этот Приоритет Личных Интересов Он Вступает В противоречие С приоритетом Общественных Интересов Который Обеспечивает Общественную Собственность Поэтому Сохранение Общественной Собственности Есть борьба С попытками Подменить Приоритет Общественных Интересов Приоритетом Личных Интересов И это Не Относится К каким-то Особым Врагам Там Социализма Или Противникам Социализма Это Это Может быть У рабочих У интеллигентов У работников Аппарата И в советское Время Что все Работники Аппарата Только и думали Об общественных Делах Или они Подумывали О том Как Получить Дачу Бесплатную Квартиру Побольше И так далее То есть Борьба В этом смысле Классовая Не состоит в том Чтобы против Какого-то класса Бороться Она состоит в том Чтобы рабочий класс Свои интересы Довел Пороться за них И довел Дело до конца Да как Что означается Окончанием класса Борьбы До полного уничтожения Класса Вот как только Пройдет Это дело Закончится Не надо будет Иметь государство Которое и так Уже пологосударство Вот Ленин Государство и революция Объясняет Что при сестраизме Государство пологосударство Потому что нету Класса Которое надо подавлять Но классовые задачи Еще не решены Неравенство социальное Остается И оно Понятно какое Между мужчиной и женщиной Между городом и деревней Между Людьми умственными Людьми физического труда И пока Это Неравенство Остается Государство Необходимо Чтобы Пользуясь этим Неравенством Не происходило Расширение Этого Неравенства А чтобы Государство следило За тем Чтобы это Неравенство Уменьшалось И тем самым Все меньше и меньше Требуется Применять Государственные Принуждения Если Этой Линии Не ведется Но если Даже планы Не было На 10 лет То Как вы понимаете Эта линия Не особенно Явилась А потом И вообще Она была Выброшена И пошло Движение Вспять То есть Государство Что оно Такое По определению Это Государство Это Машина Или Организация Принуждения Для Осуществления Интересов Господствующего Класса Это Общее Определение Государства Будет Она бороться С кем-то С классами Другими Или только С отдельными Лицами Это не имеет Значения Важно Что это Организация Силы И когда Мы слышим Слово Государство Мы должны Сразу Представлять Себе Что это Организация Силы Отсюда Видно Что Главными Звеньями Государства Это Не Президент И не Премьер И не Не Дума И не Федеральное Собрание В целом И не Загонодательное Собрание Регионов А это Что такое Во-первых Это Армия Армия Это Для того Чтобы Эта Страна И не Была Чтобы Интересы Этого Класса Защитить От Других Желающих Так Поживиться Территорией Экономикой Ресурсами И так Далее Это Раз Во-вторых Это Внутренние Войска Которые Очень Хорошо Оснащены Я наблюдал Такую Картину Когда Пенсионеры Вышли На Митинг У Финляндского Вокзала Милиционеры Мирно Прогуливались Смотрели На этих Бабушек Которые Знают Какая У них Пенсия А Со стороны Невы Построили Представители Внутренних Войск Как Космонавты Прозрачных Таких Шлемах Круглых Бронежилетах Допустим Бабушка С клюкой Если Подойдет Постучит По этому Бронежилету И ничего Или По голове Добавля Супни Это Тоже Отскочит От этого Прозрачного Шлема Правда Ни одной Бабушки Я не видел Который Бруг Направил Своевать С Бравыми Молодыми Крепкими Людьми Которые Были Такую Форму Они Готовы Сокрушить Любого И Всякого И Все У них Готовы И Дубинки Еще Дубинкой Называется Регулятор Демократии В Советское Время Дубинок Не Додумались Они Появились Не сразу Так Медленно Тихо Вошли В Нашу Жизнь Хотя Вы Видели Что Кто-нибудь Применял Дубинки В Ленинграде Я не Видел Ни разу Не Видел Ни разу За все Время Существования У нас Постсоветского Капитализма В Москве На каждом Шагу На вокзале Сидишь Приходит Бам 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 Несчастных Несчастных Потому что У них Обманным путем Забрали Квартиру У них Нет жилья Соответственно Им Паспорт У них Взяли Чтобы На этот Паспорт Зарегистрировать Очередное ООО Для того Чтобы Обналичивать Деньги У них И паспорта Их Вообще Как бы Нет Зимой Они Замерзают Если Низкая Температура Они Умирают И они Никуда От этого Смерти Количество Населения У нас Не уменьшается Потому что Их нету Их нету Как граждан Они Все И в этом Они Сидят Читают Книги На помойках И едят То Что Сюда Приносят Эти Помойки Доедают Вполне Интеллигентно Сядут Сидят Никого Не трогают И вот Их Раз Два Хотя Они И так Уже Биты Всей Этой Жизнью Их Выгоняют Из Этих Вогдалов Их Они Где-нибудь Валяются На улице И это Характеристика Вообще Капиталистической Страны Первое Что я увидел В Париже Когда я Один раз Был в Париже Мы приехали Из Брюсселя На поезде Сначала Увидели Хрущевбы Кирпичные Здания Такие Которые Сейчас Хотят Сносить В Москве Вот У нас Пока Помалкивают В Ленинграде Москва У него Денег Много 80% Денег Крутится В Москве Российских Они Могут Себ Позволить Раз А у нас У нас же Нет никакого Плана Думали На 25 лет Уже 50 лет В них живут Разве не должно быть Если вы планировали На 25 лет Государство То следует Давно их Надо было заменять Тут Оказывается Специальные Решения Еще применять Специальные Законы Оказывается Надо Чтобы Эти Они Обязательства Выполнять Если Россия Она Приемница Советского Союза Она только По отношению К иностранным Государствам Приемница А по отношению К своим Граждан Что Не Приемница Если Я вам Пообещал Через 25 лет Поместить На другое Жилье Нормальное У меня Когда мать Получила На бульваре Новаторов Дом 1 Жилье Она работала В первом отделе Балтийского Морского Пароходства Мы уехали В очень интересную Квартиру До этого Мы жили В отдельной Комнате В 13-метровой Но в Сталинском Доме В коммунальной Квартире Это короб Который Вход на кухню Вход на Восьмиметровую И вход В этот коридор Котором Один квадратный Метр Ну Поскольку я Мужеского Пола Прекрасно Себя чувствовал Через меня Все ходили Туда-сюда Проходна И прекрасно Этот домик Стоит Я его Как вот Приеду На Туда На Ленинский Проспект Метро Там прекрасно Стоит И все эти домики Тут у нас стоят И никто Ничего не заговорит Как будто В Москве Должно быть Это сделано А в других Городах Нет А если вы поедете В Самару К примеру А мне пришлось Проехать по Волге По всем Основным городам По делам Газеты Народная правда В которой я сейчас Главный редактор А был Научный консультант В Самаре Ты сходишь И там все Деревянные дома Город Самара Деревянный И ты Когда заходишь До центральной площади Там вот есть Большие дома Мощная площадь Там Каменная А в основном Деревянная Если вы поедете В Нижний Новгород Там идет конечно Снос деревянных домов И замена их На каменные Но их там И там еще море Этих самых Деревянных домишек Причем в таком Ужасном положении Был я в Перми В Перми Вот В театре Оперы и балета В прекрасном Театре побывал 500 метров отойдей И бараки Деревянные Деревянные Бараки Много 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 Ну если А что такое Планирование Социально Экономическое Это надо взять Эту карту Все Посмотреть Как И подумать Как ее Изменить Где что И что У нас Первая задача В Москве Людей Или людей Вытащить из бараков Вот В свое время При социализме Решался вопрос В Ленинграде Вытащить людей Из подвалов Которые Между прочим В период Наводнения Заливались еще И эта задача В общем решена Хотя сейчас Я уже видел Некоторые подвалы Там Гастарбайтерами Уже там Подзаселены Но в основном Эту задачу решили Тогда Вот такая Тут у нас Получается Картина Вот Государство Это Орудие Силы Государство Имеет право И возможности Принимать решения И их осуществлять Железной рукой Поскольку У нее сил хватает Кроме Вы знаете В систему государства Входит Корпус чиновничества Да Которые должны Не рассуждать А выполнять Причем Они даже усердствуют Так что Даже выполняют Послание Я вот Не понимаю Что это такое Допустим Как вот Я выступил С каким-то Вы будете выполнять Как вы будете Вы можете Рассказать Как вы это поняли Будете Сдавать Вопросы Рассматривать А как вы будете Выполнять То что я сказал Вот Как вы себе Представляете Выполнить Выступление Сталина По радио Что ерунда Какая-то Выполнить Выступление А сейчас же Вот об выполнении Послания президента Идет речь То есть План это не делает Который надо Выполнять Но он собирается Выполнять послание Ну как Это смешно Просто смешно Карикатура Давайте Выполним То что Сказал В интервью Дмитрий Медведев Тоже Обязательных К исполнению Самым Большим Правым актом Что является Конституция Хотя ее никто И не принимал Ни один человек За нее не голосовал Никогда Значит Вот это Самый высокий Потом Идет Идут Конституционные законы Для которых Нужно две трети Голосов Думать Сейчас у нас Две трети есть Единая Россия Она может И Конституцию Поменять И Поменять ей Конституционные законы Но они не злоупотребляют Надо сказать Дальше идут Федеральные законы После федеральных законов Что идет? Какие? А? Нет Вот указы Кого? Президента Указы президента Какой уже уровень? Раз Два Три Четвертый уровень По значимости То есть Первые Конституция Конституционные законы Третий уровень Федеральные законы ФЗ Номер такой-то Указы президента Если что-то нужно Президенту Кого-то Чему-то Доставить Для этого существует Государство Для этого существуют Органы принуждения Пишите указ Ну тогда указ Надо готовить И между прочим За него отвечают И те, кто выполняет И те, кто его пишут И те, кто подготовили Вот я вот спросил Вас подготовить Мне хороший указ Но я не проверил Сам не подумал Потом я значит Его подписал И думаю Что за ерунда Я раз И выгнал вас Тогда И это запросто делается И чиновника выгнать Нет никакой проблемы Правда? И мы наблюдаем Все время Что берет президента И губернатор Одного, второго, третьего Выгоняет И назначает других Так что ответственность Здесь может быть И одно Другого и третьего Так что занимается Следственный комитет Потому что они Все эти наши чиновники Отличаются тем От других граждан Что они Берут взятки И это Не кажется таким Неестественным Почему? У нас какой сейчас Второй капитализм? Капитализм А если строй капитализм Вот каким я Принципом должен Руководствовать Если я Принципальный человек Принцип Приоритет Каких интересов? Личное Личное Приоритет Личных интересов Правильно? Вот у нас Главный принцип Он проглашал Он везде На всех уровнях Приоритет Личных интересов И вот я попал В государственный аппарат Ненадолго Наверное Может лет на 5 6-7 Вы сами знаете Как вылетают Из кресел Губернаторов Из правительства Поэтому Что я должен сделать В течение этого времени? Объясните мне Если у меня принцип Приоритет Личных интересов То есть Я должен смотреть На свою работу Как на способ Своего личного Обогащения Вам кажется Удивительным После этого Что люди берут взятки Взятки же не просто Вот прям обязательно Приносят в конверсии Ну во-первых Конверсии столько не принесешь Увлекай его чемодан Принеси И какая реакция была Как говорится Вот той Богатой общественности Которая это комментировала Действительно Ну что вы пристали К человеку Ну взял Это разве сумма? Вы подумали В чемодан Ну там даже Миллиарда долларов Не было А сейчас Меньше миллиарда долларов Даже не серьезно Говорить о взятке Правильно? Вот Поэтому Есть вот документы Уровня указов президента Которые Обязательны К исполнению Это норма Права Да? А право Что такое? Кто скажет Что такое право? Вот мы После всех Таких Исследований Которые мы с вами По разделениям делали Изучали базис Настройку И прочее Соотношение Что такое право? Право Это возведенное В закон Воле господствующего Класса Не так Не то что Пишут в таких Учениях Это Свокупность Норм Правил Да надо Понятно Что норм Правил Смысл В чем? Что вот Если Класс Господствующий Свободен Полностью Он Осуществляет Свою диктатуру Всякое государство Это диктатура Господствующего Класса А если буржуатное Государство Это диктатура Буржуазии Если это феодальная Это диктатура Феодалов Если рабовладельческая Рабовладельцев Ну не рабов же Если это Социалистическое Государство Рабочего Класса Ну нет А тот Кто не понимает Говорил Ленин Что Должна быть Либо диктатура Пролетариата Либо диктатура Буржуазии Либо Безнадежный Идиот либо политически настолько безграмотен, что его не только на трибуну, но и на собрание пускать стыдно. Поэтому вот нормы права – это выраженная как на бумаге воля господствующего класса. И если ему нужно, он поменяет. И все время меняет. Чем занимается Дума? Она пытается уловить эту волю господствующего класса, ее и сформулировать. А какая-то мелкая получается воля, потому что у нас 70% продукции производится, валового внутреннего продукта, производится на государственных предприятиях. То есть у нас есть крупнейшая монополия, 70% нашей экономики – это монополия единая. Но эта монополия существует как игра в отдельные предприятия, которые сами по себе без какого-то ни было плана действуют, а монополии. Укажите мне еще одну монополию в мире, которой нет плана. Вот если вы имеете собственность на 4 завода, наверное, вы как-то спланируете, как они делают. А если на 15? А если на 100? Ну, как вы думаете, там, Форд? Вот Форд, как они? Они не планируют свою работу? Или Крайслер? Или Шелл? Нефтяная компания? У них же все это идет по плану. Ну, люди даже не понимают, что вот, если вы… Это характеристика, так сказать, чиновников нашего аппарата. Они думали, что они, так сказать, должны… Раз и нет социализма, то вообще их планы не должны быть. План? Так мы уже живем в таком капитализме монополистическом, что у всех монополий есть планы. А если вы уже на этом этапе, или вы должны уйти в этап свободной конкуренции, когда все решает рынок. Но этот этап давно прошел, в 90-е годы. У нас крупный монополистический капитализм. Здесь должно быть планировано. Какие дальше идут уровни правовые? Какие еще обязательные? После указов президента следующие по важности какие? Не знаете, сказать? Скажу. По знакомству, конечно. Значит, мы уже познакомились с вами. Хорошо. Значит, постановление правительства. Постановление правительства. Вот если постановление правительства принято, кто должен исполнять? А все. Правильно? То есть это норма. Для которого предусмотрена ответственность. Сколько этого не выполняет постановление правительства? И что? Вот где эти постановления правительства? Вы слышите? У нас есть правительство. Встретился Медведев с тем, встретился... Да прекрасно, что он встретился. Мы не против его встречи. Пускай встречают. Ну скажите, какое постановление принято? Приехал на такой-то завод. А какое постановление принято, что здесь приездом на этот завод? Не знаю. Вот у нас есть производство, например, грузовых автомобилей, КамАЗ. Это не такая рядовая ситуация, это завод, который производит грузовики, которые систематически, более чем на 12 Дакарах, мировых испытаниях, гонках. Вот приехал Дмитрий Анатольевич и доехал до аэропорта на КамАЗе и сказал, очень хорошая команда у вас, КамАЗ-мастер. А завод плохой? Ну, вынесу генерального директора Кагогина его фамилия, почему бы его не дать какой-нибудь орден, чтобы он… Ну, у нас же так много, что ли, передовых в мире, в мире передовых производств, чтобы, так сказать, нельзя его выделить и, так сказать, дать ему какую-то награду. Нет. То есть постановление, если вот Владимир Владимирович, он тоже… Вот послание – это хорошо, правильно? Потому что всем приятно и интересно, что думает президент, чем он руководствуется, как он оценивает. Это очень важно – выступать перед народом. Я ни в коем случае не хочу приуменьшить. Это очень полезно. И с интересом люди слушают и читают. Но! Вот составили концепцию социально-экономического развития России в 2008 году. Ох, хорошую! Хорошую там предусматривалось повышение заработной платы реальной. И значительная. Рост производительности труда. И над ней хороший большой коллектив. И как вы думаете, она была каким документом? Значит, законом она не стала, ее Дума не принимала и федеральная собака не рассматривала. Так. Указом президента ее не ввели, а тогда президентом был Медведев. Так, хорошо. Постановлением правительства? Нет. Ее взял и утвердил Владимир Владимирович распоряжением председателя правительства. А это что такое? А распоряжение председателя правительства не нормативный акт. Вот если я, скажем, ваш преподаватель, я какое-нибудь распоряжение сейчас вынесу, которое относится вот только к вам. А остальные люди никакого отношения к остальным людям это не имеют. Что, мой экзамен буду я принимать вот так? И что? Это все такое нормативный акт? Нет. Распоряжение председателя правительства относится к правительству. Что вот к подготовке документов. Правительство должно этим руководствоваться. Правительство этим руководствоваться, а страна? А страна не должна руководствоваться концепцией социальной экономической развития. Вот приезжает сюда товарищ Степашин. На дне федербургской философии. А поскольку наш Солонин Юрий Никоеврыч был членом Совета Федерации, он его сюда и притащил. Он таких очень гостей к нам приглашал, очень высокопоставленных. И он ведет, и я спрашиваю на этом салоне, в актовом зале Степашина. Я говорю, а вот скажите, пожалуйста, в Солоне так мне показывают, чтобы я сильно много-то не спрашивал. Он знает, что я могу эти вопросы задать. Такой не очень. Мне приятно. Я говорю, а вот как с концепцией социальной? Вот там рассказывает, как многосчетная палата делала. Как председатель счетной палаты приятно. Но вот вы за главным-то делом не смотрите, как выполняется концепция социально-экономического развития. Он так сразу заулыбался Степашина и говорит, ну, она корректируется. То есть, видите, новое слово в плановой практике. Если у вас что-то не выполняется, надо не преобразовывать жизнь в соответствии с планом. А план тогда корректирует. Если, значит, что-то не делается в соответствии с тем, как наметили, ну, мы переделаем концепцию. И мы не только ее не переделаем, мы вообще ее забудем. Это в 2008 году была концепция стране экономического развития страны до 2020 года. Осталось уже три года до конца этого 2020 года. Вы хоть где-нибудь читаете или слышите про нее? Это я ее знаю как специалист. И Степашин знаю, и Путин знаю, и Медведев знаю. И Малчим. А почему? А потому что нечего сказать. А что может сказать? Не выполняется она. А она и мог сказать, она и не должна выполняться. Почему? А потому что она ненормативный акт. Ну и что, что ее подписал Путин? Путин же ее подписал как председатель правительства. Вот он стал потом президентом. Указом, кто ему мешает ее? Ну доработать и указом ее превратить во что? В нормативный документ. Ну если человек... А если он превратит указом в нормативный документ, вот если вы не будете выполнять, он же нужен будет вас наказывать тогда. А если вы не будете выполнять, и вас будет наказывать. А тогда надо будет не просто встречаться с главами государства и правительства, а надо будет постоянно, и не выступать просто с речами, а надо будет сидеть и добиваться выполнения принятых решений. Как делал товарищ Сталин. Много товарища Сталина разъезжал по другим странам? Много выступал? А вот насчет выполнения того, что было принято, как обстояло? Если уж было принято, то есть так просто не примут решение Политбюро. И так просто не примут государственный план. Потому что государственный план пройдет сначала через Центральный комитет, потом он пройдет через Верховный Совет. А Верховный Совет принимает. Ну вот как у нас, через Думу прошло бы. Ну через Думу, если бы прошло бы, стало бы законом федеральным. Ну извините, там ответственность можно предусмотреть. Это можно предусмотреть и уголовную ответственность, если важны какие-то вещи. Ну а тут берите взятки, занимайтесь своими делами, повышайте свое благосостояние. Давайте так, у нас приоритет личных. Давайте все, каждый вы добивайтесь, чтобы вы лучше жили. И я буду добиваться, чтобы я лучше жил. Только я министр, а вы выпускница будете вот этого самого института истории. Вся разница. И вот мы знаем, что товарищ Улюкаев добивался. А всем остальным, говорю, вы должны привыкнуть к сложившейся экономической реальности. Дескать, хуже становится. Ну вот и привыкайте. А что вы привыкли, чтобы все лучше и лучше? Привыкайте к тому, что будет хуже и хуже. Конечно, если разворовывает государство, как же не привыкать? Ну не хочется привыкать к разворовыванию государства. Поэтому, так сказать, его взял Владимир Владимирович. Ну он не сам, конечно. Есть у них соответствующая организация, следственный комитет, который соблюдает закон. Это же в соответствии с правом его заключили сейчас в СИЗО. Право. Ну он сейчас, правда, не в СИЗО сидит, а его как человека доверенного, которого знают хорошо, а его просто под домашний арест. Помните, как это уже? Мадам, которая вместе с бывшим министром обороны разворовывала наше оборонное ведомство. Она же сидела в 13-метровой квартире, правда, браслетик ей повесили на ногу, чтобы знать, куда она идет. Может, скоро браслеты эти вообще в моду войдут? На ногу браслет надел. А знаете, почему они не входят в моду? Потому что, оказывается, начальник Федеральной службы исполнения наказания, ФСИН, украл там миллиард, потому что он заказал такие браслеты некой фирме с откатами и нанес ущерб миллиардам. То есть они стоят гроши, а сумму за эти браслеты заломили колоссальную. Из государственных нужд. Это делал директор Федеральной службы исполнения наказаний, бывший. Ну, он в тюрьме теперь. Там он и опробовал эти как раз браслеты. Представляете, какой праздник был в тюрьмах во всех, по всей Руси. Директора Федеральной службы исполнения наказаний, главного тюремщика, посадили в тюрьму. Это не праздник советского народа, это праздник прежде всего всех запрещенных. Ну и мы, конечно, отмечаем это великое событие, чтобы этот тюремщик-то хоть он, ну, марку подержал, уж самим-то преступнику тоже нехорошо становиться. Он, вроде, должен бороться с преступностью. Да я, говорит, какая у меня борьба? Мое дело смотреть, как они за ними, как они передвигаются, браслеты делают для них. Без этого всего своего места, как вы правильно сказали, есть влечь выгоду, бизнесы сделают на этом. Хотя у нас и экзотические тут бывают факты. Один товарищ взял по телефону, заказал вертолет себе в тюрьму, чтобы он прилетел, и чтобы веревка была спущена, и на ней палка, вот так вот перекладина. Он сел верхом на эту палку и улетел. Это дураки, там идут, бьются, там перелезают через колючие проволоки. Зачем это же? Это можно поуколоться. Причем заказать сейчас вертолет не проблема, если у вас есть карточка. По карточке заплатил, оплатил, заказал, оплатил, прилизировал сам вертолет и улетел. А какие ему претензии? Какие претензии? Тут наши товарищи тоже сделали очень интересно. В 7 ноября, когда было летие 7 ноября, у финляндского вокзала был митинг. Митинг разрешенный, все хорошо. И вот потом, когда заканчивается митинг, и вдруг салют прямо у памятника Ленину. Бабах, да-да, все еще взлетает. Эти ошеломлены были милиционеры, которые там взлетались с порядком, а думают, а все-то взрываются, пидарды, грохот такой страшный. И все, небо. Один туда побежал. Все милиционеры не знали, что делать, один побежал туда. И нашел этих преступников, которые делают салют. А это оказалось фирмы, которые заплатили организаторам митинга, а они имеют лицензию на проведение вот этих самых фейерверков. А они сказали, не волнуйтесь, все хорошо. Вот вам бумага, все. А мы не обязаны уведомлять вас. Все, митинг у вас закончился. Это после митинга мы, пидарды. Люди заплатили, а у нас коммерция. Мы этим живем. Вам праздник, а нам бизнес. Вам надо фейерверк в день рождения? Заказывайте. Вам сделают и вам закажут. Ну, если есть деньги. Нет денег, ну ничего, можете на дозочке подудить. Так, перерыв. Продолжение следует...